Здравствуйте! Здравствуйте! У шахты метрополитена стоите, будет добро документы? Особо охраняемый объект. А где написано? А вот от шахты метрополитена. А знак какой-нибудь стоит? Знак какой-нибудь стоит, что проезжать нельзя? Я не скажу, что нельзя. Ну я понял, стоять нельзя, особо охраняемый. Я разрешал меня снимать. А вы можете запретить мне видеосъемку? Да, да. Вы можете запретить мне видеосъемку? Потому что меня потом в интернет будете выкладывать. Давайте я вас тоже снимаю, хорошо? Давайте, без проблем. Документики будьте добры на машину. Я вам представился, что еще хотите услышать. Ваши документы хочу видеть. Да, обязательно. Потом ваши документы. И просто в отделении полиции. Нет, это не надо снимать на камеру. Это я показываю вам. Вы камеру уберите, пожалуйста. Так, нагрудный значок 029-084. Да, показывайте теперь мне. Не видно. Бармин Олег Викторович. Да, ваши документы. Бармин Олег Викторович. Бармин Олег Викторович. Бармин Олег Викторович. Так, какие документы вас интересуют? Не надо, показывай, показывай. Паспорт. С собой нету. Нет, с собой. Нет, с собой. Понял. Проследуем в отделении полиции для выяснения вашей личности. Я вам предоставил документы. Бармин Олег Викторович. Да. Да. Вы предоставили документы. Бармин Олег Викторович. Бармин Олег Викторович. Моя личность не выяснена еще? Нет. Бармин Олег Викторович. Да, 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 я вас слушаю. В отделении полиции нужно проследовать и все это уточнить. Я не эксперт. Я не могу быть уверен, что у вас... А где написано, что я должен проследовать по первому требованию в отделении полиции? В законе о полиции. И вы так можете любого освободить и потребовать проследовать в отделении полиции? Вы стоите у шахты метрополитена. Я не знал. Нигде не написано, что стоять у шахты метрополитена нельзя. Это вам же объяснит. что-то особо охраняемый объект, особо важный, так как идут. Залазники в метро начинают разрисовывать, могут быть и взрывы, а сейчас предновогодние праздники, усиление, из-за всего, это же Москва, понимаете, особый режимный город. Но вы меня тоже поймите, нигде не написано, что стоять здесь нельзя. Будьте любезны, откройте багажник. Не, я из машины выходить не собираюсь. Мое право не выходить из машины. А вы его закроете? А? А вы его закроете? Я? Я вам открою багажник. Ну и закройте сами. Почему я должен открывать и закрывать его? Ну я тоже не собираюсь выходить из машины. Ромис Ренат. Да, я вас слушаю. Почему вы отказывались выполнить? Я не отказываюсь. Будьте любезны, откройте багажник. Без проблем. Пожалуйста. Не, из машины выходить не собираюсь. Почему? Потому что я вам не доверяю. Я боюсь, вы же сами сказали, это же Москва, здесь могут и взорвать, и убить. Поэтому я боюсь. Я же вам об этом не сказал, что вас могут здесь взорвать и убить. Ну вы сказали, особо охраняемый объект, это Москва, вы сами понимаете. Вы слышите себя на телефоне, что вы сами говорите, а потом отвечаете. Если вы такой умный, выделение полиции, сейчас проследуем, и не нужно, в чужой монастырь, со своим усталым. Вам же нормально, мы подошли, спросили документы, а вы начинаете, что тут ерунду какую-то, я не выйду, я боюсь. Ну сидите дома тогда, если вы боитесь всего. Ну вы тоже пришли и стали запугивать, поедем в отделение, заберем в отделение, заберем в отделение. Ну я предоставил. Подождите, ребят, я предоставил документы, да. Вам представили. Сотрудник полиции перед вами. Это раз. Рамис Ренатович, вы себя так ведете, очень некрасиво, не по-взрослому. Я понимаю, но я предостерегаюсь. Сидите у себя в Ульяновской области, зачем вы в чужой монастырь лезете со своим усталым, я не пойму никак. Вам здесь что-то не нравится? Так сидите в Ульяновской области. А проезд по России запрещен? Да не запрещен, просто вам говорят, откройте багажник, вы начинаете закрывать. Вы будете. Ну вы че так ведете себя, я не пойму никак. Вы у себя в Ульяновской области... Подождите, я вам сейчас ситуацию объясню. Не надо мне ваших ситуаций. У меня ситуаций здесь очень много, в два раза больше, чем у вас. Вы ерундой занимаетесь. Вы приезжаете в чужой монастырь со своим усталым. Нельзя так делать. Понимаете это или нет? Понимаю. Это по детству. Вы как ребенок маленький. Насмотрелись интернетов, телевизоров, на камеру нужно снимать. Ради бога снимайте. Ради бога, никто вам не запрещает. Дело в другом. В отношении друг к другу. Я хорошо отношусь к сотрудникам полиции. Просто вы тоже подошли и сказали, что я что-то нарушаю, хотя я спокойно сидел и работал. Вам никто не говорил, что вы что-то нарушили. Но сказали бы тогда просто проверка документов. Послушайте, молодой человек, ребенок маленький, сидели бы лучше дома.